У нас передача про экономику, но мы все знаем, что экономика невозможна без научно-технического прогресса, без новых разработок, без науки в целом. У нас сегодня очень серьезный и открытый разговор с министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Михайловичем Катюковым. Доброе утро, Михаил Михайлович. Вы сегодня, можно сказать, находитесь в стадии реализации, уже объявленной на последнем совете, который прошел недавно по науке и образованию при президенте Российской Федерации, связанной с тем, что вы взяли очень жесткие обязательства. А как можно в науке брать обязательства? Первое, с чего хотел бы начать. Главные ориентиры для научно-технологического развития были определены президентом еще в декабре 2016 года. Была сформирована стратегия научно-технологического развития России до 2035 года. Прошло два года, мы в режиме пилотирования, что из эксперимента проверяли, как можно обеспечить проекты полного цикла. От идей, выдвинутой исследователем, до практической реализации в конкретных технологических решениях, в продуктах, в товарах, услугах и так далее. И некоторый опыт уже накоплен. Поэтому мы сейчас приступаем к более масштабной задаче, которая была определена при разработке национального проекта в сфере науки, а именно по выходу России в пятерку стран по уровню развития научных исследований, разработок. Мы редко говорим о наших успехах в прошлый период. Но мы должны понимать, что количество публикаций, которые подготовили российские ученые за последние пять лет, выросло практически в два раза. Но все это позволило России только лишь удержать то место, которое она занимала в общем рейтинге. Сейчас мы хотим примерно вдвое улучшить наше место в рейтинге. Это означает, что мы должны расти быстрее, чем растет в целом весь мир. Очень амбициозная и очень трудная задача. Ее существующими инструментами традиционными решить, все-таки, наверное, будет достаточно тяжело. Поэтому мы должны найти новые формы кооперации, привлечения молодых исследователей, тех, кто сегодня еще, может быть, даже и формально исследователем-то не является, к созданию научного продукта. В общем, понятно, что деньги, они в конечном счете решают многие вопросы. Здесь важно говорить не только о средствах бюджета, а нужно говорить об общем объеме затрат российской экономики, которые направляются в сферу исследований и разработок. Здесь у нас достаточно скромные на сегодня по мировым меркам позиции. В России сегодня пирамида финансового обеспечения науки, она немного, извините, перевернутая. В общем, мировая практика 30% государства, 70% частный капитал у нас сегодня ровно наоборот. Вот необходимо в соответствии со стратегией технологического развития для начала выровнять эти соотношения и дальше, конечно, продолжать наращивать долю частных средств, потому что постановщик задачи на прикладные работы все-таки должен быть тот, кто понимает, зачем эта разработка нужна. Нет ли сегодня такой конкуренции между, и должна ли она быть, между вузовским образованием и Российской Академией наук и специализированными институтами? Потому что я знаю, что многие вузы очень ревностно смотрели на финансирование и бюджет из Колково, когда они говорили, почему не у нас. Я считаю, что здоровая конкуренция, она в любом деле полезна. Именно здоровая конкуренция, которая основана на самых главных принципах более высокого качества за, соответственно, оптимальные издержки, при оптимальном объеме уровня издержки. В общем-то и Российская Федерация конкурирует на мировом рынке интеллектуального капитала. Мы конкурируем за исследователей, мы конкурируем за сегодня очень конкурентный рынок образовательный, за студента, который выбирает... Все равно это деньги, так или иначе, это бюджет, конечно. Это, безусловно, это и деньги. И что еще более важно для нас, мы считаем, что если студент приехал из другого государства, прошел программу обучения здесь, в России, проявил соответствующий уровень потенциала, мы должны дать ему возможность здесь же реализовать свои знания. Но вы наверняка обратили внимание, что, например, американское образование, американская наука основывается на университетских базах знаний, лабораторий, исследований. И у нас, могу сказать, в России не такая уж слабая вот это региональные вузы, которые сегодня способны давать какие-то инвекции, в том числе и какие-то открытия. Не может быть передового профобразования, которое не опирается на последние научные достижения. Достаточно трудно воспитать исследователя, если он не имеет практического опыта проведения эксперимента, его интерпретации и так далее. И нам нужно обеспечить при здоровой конкуренции двух институтов все-таки очень тесное взаимодействие. Потому что научный сектор не может развиваться, не имея постоянной подпитки кадровой. У нас достаточно много крупных исследовательских центров в последние годы появилось в субъектах Российской Федерации. И это бюджет Российской Федерации или нет? Это федеральные государственные учреждения, которые были реорганизованы. Несколько институтов объединялись в один исследовательский центр, который сегодня может работать по нескольким научным направлениям. Потому что для многих академических организаций в нашей стране была характерна специализация и часто достаточно предметная специализация. А сегодня, когда технологические задачи требуют такого междисциплинарного подхода, таким институтам участвовать в решении больших проблем было достаточно тяжело. Сегодня есть крупный университет и крупный исследовательский центр. Следом мы видим интерес тех компаний, которые работают на региональных рынках. И начинается совсем другой уровень и научного, и научного технологического развития в этих местах. У серьезных компаний есть и форсайты, и прогнозы развития технологий на тех рынках, в которых они работают. Но наши коллективы готовы участвовать и в решении таких вопросов. Создавать в том числе и продукты для новых рынков, которых пока еще нет. И на это активно нацелена национально-технологическая инициатива. Это может быть совершенство нетрадиционных технологий. Это может быть создание так называемых подрывных технологий, которые принципиально меняют технологические уклады. Это и решение первоочередных задач жизнеобеспечения. У вас впереди достаточно амбициозные задачи. И хочется сказать удачи вам, успехов. Спасибо вам.